Телекомпания «Задолбаем всех косами» представляет Хай, бро! С вами Ева Лорман И этот урок посвящен плетению косы из 12 прядей Это кому-нибудь нужно, интересно? Не важно! Смотри! Еще ее называют плетением многопрядной косы Как видим, я уже подготовила первый ряд Я проплела главной прядью справа налево методом штопки первый ряд И мы продолжаем таким же методом плести и второй ряд Метод штопки работает на таких видах плетения И не важно, сколько прядей вы используете Продолжаем плести третий ряд Диагональные пряди, которые мы видим поперек, так скажем Мы по ним можем определить, сколько рядов мы уже проплели То есть третий ряд, это третья главная прядь И начинаем четвертый ряд То же самое, продолжаем плести методом штопки На вторую, под третью, на четвертую Сейчас как раз узнаем, сколько здесь прядей Под пятую, на шестую, под седьмую, на восьмую, под девятую и на десятую Вот мы видим и под одиннадцатую, мы видим, что здесь одиннадцать прядей Такое плетение из тонких прядей больше похоже не на косу, а на сплошное полотно Так оно и называется, полотно из волос Этот вид плетения присутствует в некоторых видах оформления причесок Как отдельный элемент, но никак не одна коса Потому что мы начали некорректно И теперь у нас тренировка корректного начала Для этого в топ зоне отделяем три одинаковые пряди И начинаем плетение Первая на вторую, под третью И вводим теперь с левой стороны две пряди Тоже методом штопки На четвертую и под пятую Вот эта диагональная прядь Это у нас законченный ряд Теперь нам нужно ввести С правой стороны наши пряди в плетение Таким образом Мы начинаем сразу С правой стороны Два ряда Вот какая у нас картина получается Теперь мы Два ряда, которые начали Должны их закончить Вот это вторая, главная прядь Или второй ряд Он также проплетается методом штопки Вот мы закончили второй ряд И у нас остается третий начатый ряд Правая прядь тоже вводится методом штопки На вторую, под третью, на четвертую, под пятую И на шестую Под седьмую Ура! Мы закончили третий ряд Мы заплели середину плетения А дальше нам уже понятно, что делать Мы работаем только главной Правой прядью И плетем все остальные ряды Как видите, сложность в этих видах плетения Заключается только в начале Потому что там не совсем понятен нам рисунок плетения Запутанный он больше, чем нежели логичный Хотя если разбираться в алгоритме штопки В общем-то уже потом становится все гораздо проще Начало этого плетения И есть самый проблемный момент Дальше все очень просто Теперь у нас тренировка Это плетение на объемных прядях Выделили по центру две пряди Первую на вторую И теперь здесь будет подвох Я вам показываю, как можно начинать по-разному То есть то мы всегда двигались в левую сторону А сейчас я вам покажу, что мы с правой стороны вводим все новые ряды И теперь должны то же самое сделать с левой стороны Методом штопки мы переплетаем все эти пряди Вводим по нашей технологии Кто тренировался, для вас уже не должно быть здесь никаких вопросов Что мы видим? У нас первый ряд закончен Теперь мы второй ряд заканчиваем Вводим его постепенно в плетение Третий ряд Точно так же вводим в плетение И четвертый ряд Сейчас введем Как видите, мы их не заканчиваем до конца А только плетаем их по мере их поступления Так скажем И продолжаем Вот эта запутанная картина У нас исключительно из-за того, что мы начали все пяди Одновременно с правой стороны Поэтому вот такой вариант плетения Возможно для вас и не будет сильно востребован Потому что он более запутанный Но имеет место быть Есть такие мастера, которые именно так плетут И вот в этом и заключается вся проблема Потому что видя, как непонятно плетется эта коса в начале Все думают, что она именно так и плетется по всей своей длине Вот мы вышли на нашу финишную прямую Когда мы можем работать только с одной прядью С главной, с правой стороны И продолжаем плетение Уже нам все понятно Все наши пряди, которые мы ввели Они у нас уже разложены по полочкам Уже мы здесь не запутаемся Конечно, плетение из объемных прядей Имеет больше, более выраженную фактуру И более привлекательный такой вид То есть это плетение уже напоминает нам косу Со временем скорость, конечно, увеличится И руки ваши будут плести вам Такие замечательные косы А вы будете наблюдать за этим моментом Как бы со стороны Это очень интересно Когда переходишь на этот уровень плетения Голова ваша отдыхает в этот момент Вы не участвуете А руки продолжают сами плести Удивительно, но факт есть факт Такое происходит И я нам желаю Именно до такого состояния плетения и дойти Когда мы будем от плетения получать только удовольствие С вами Ева Глобус И это рубрика К черту звезды гадаем по косам Если вы плетете косу из двух прядей Вы идиот Если вы плетете косу из трех прядей Вы песчинка этого мира Если вы плетете косу из четырех прядей То, скорее всего, вы просто гений Если вы плетете косу из пяти прядей То вы инопланетянин А если вы плетете косу из двенадцати прядей То вы, скорее всего, можете ходить по воде Не, ну а что, Мертвое море Там можно не только ходить Там можно сидеть, стоять, лежать Подписываемся на канал, девочки Подписываемся Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok